Добрый день, друзья! Сыпется очень много вопросов, поэтому я решил даже в походных условиях, и сейчас в командировке, все равно на них быстро отвечать. Поступил очень хороший и интересный вопрос. Евгений, вот вы сказали, что взяли клиенту акции Яндекса, Боинга, Ратиона, еще кого-то. Почему? Вы же вроде говорите о том, что скоро может быть кризис, для чего тогда взять акции? Не сконцентрироваться ли только и исключительно на надежных каких-то бандах? Ну, друзья, давайте тогда расставим все точки над «и». Вопрос очень хороший. Первое. В данном случае клиент в основном торгует бандами. Ну, я, естественно, из конфиденциальности не могу раскрывать подробностей. Но у него достаточно серьезный портфель бандов. И он меня попросил, чтобы я какую-то часть все-таки ввел в спекулятивный портфель. Хотя бы процентов 10-15 портфель, не больше. Так что здесь с точки зрения надежности, честное слово, все нормально. Второе. Кто из нас может знать, когда будет кризис, будет ли он? Наверное, будет. Сейчас или через год. И что теперь сидеть и ждать? Нет. Тем более, что вот смотрите, из тех бумаг, которых я, собственно, купил клиенту, уже Боинг я с прибыли примерно процентов 7 продал. Сегодня Яндекс пока немножко в убытке. Райтон сегодня неплохо растет. Он уже где-то процентов тоже 7-8 прибавил. И, наверное, скоро я его зафиксирую. Посмотрим. В конце концов, есть ситуация возможного начала каких-то военных действий. Как бы мир сегодня очень неустойчив. Поэтому, ну, а что? Может быть и продам, может быть и нет. Посмотрим. Дальше что-то другое куплю. Поэтому я считаю, что жить надо сегодня, жить надо сейчас. И просто соблюдать пропорции. Прежде всего, дисциплина. Если мы говорим, что в спекулятивном портфеле должно быть процентов 5-10-15 от активов, значит, там должно быть столько и не копейку больше. Второе. Если мы видим какие-то прибыльные позиции, ну, не надо жадничать. Надо просто фиксировать прибыли. Это тоже нормально. Может быть 5-10%, может быть 20%. Не важно. Важно, что мы должны с вами, прежде всего, думать о риск-менеджменте, но зарабатывать сегодня. А если мы будем сидеть и ждать кризиса, знаете, уж Герман близится, а кризиса все нет. Вот так жить и работать нельзя.